В настоящее время мы должны не только устами бы сказать слава Господу, конечно, слава Богу Господу, устами говорим, но и так, чтобы сердце наше произнесло эти наши чувства, выразить мы могли нашим сердцем слава Господу. Подлинно Он, и лишь только Он достоин славы, и мы должны направлять свой взор всегда к небу. И в настоящее время, перед началом нашего собрания, я прочту местописание Ефесянам 3,16, и напомнить хочу то, что Писание нам говорит, что ищите Господа, когда можно найти, призывайте Его, когда Он близко. И в настоящее время мы знаем, не только верим, я уверен в том, что мы знаем, что если двое или трое соберутся во имя Его, то Он с нами. А если Он с нами, то мы должны, ища Его в сердце наше, внутренность наше, чтобы ощутить Его близость, полноту Его, и утвердиться, укрепиться в виде Его правде и истине. И Слово Божие здесь так говорит, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верой усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующую нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Встанем на наши ноги. Благословен Господь, приносим Тебе хвалу, приносим Тебе честь, приносим Тебе славу, Творцу Святому Богу нашему. Хвайли, люди, Тебе, киндер, фрайда, лун. Слава Тебе, слава! Да святится имя Твое в сердцах наших, да возвеличивается имя Твое во внутреннем нашем человеке. Да мы прославляя Тебя, мы могли служить Тебе, могли поклоняться Тебе в Духе и Истине, направляясь зор к небесам, зная, что Ты присутствуешь на всем месте. Хвайла Тебе! Аллилуйя Тебе, всемогущему Богу! Честь Тебе, слава Тебе, держава, поклонение Тебе, ибо Ты Бог, и нет подобного Тебе, но Ты, сила, крепость наша, ибо Ты отдал Себя в жертву за нас, дабы нас сегодня не только назвать, но чтобы мы подлинно были Твоими детьми. И за это слава Тебе! Слава Тебе за возможность иметь это собрание народа Твоего, это служение. Господи, мы, прозывая Тебя, просим, присутствуй с нами и в нас, и благослови каждую душу, Господи, говорящих и слушающих, поющих и всех участников служения. Все мы принадлежим Тебе и нуждаемся в Твоем особом отцовском Божьем благословении. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, прославляя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Перед початком нашего богослужения будем спевать псалом «Нехай, хваляй Тебе, земля и всі святи». «Нехай, хваляй Тебе, земля и всі святи, не глядяй Тебе, земля и всі святи, не глядяй Тебе». О, Ти, Великий Бог, о, Ресе, Ни небес, «Нехай, хваляй Тебе, земля и всі святи, не глядяй Тебе». Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 сын Асафов, деписатель, к Езекии в разодраних одеждах и рассказал ему слова Рабсака. Розсказал ему того человека, которого послал царь Асирийский, и он пришел и начал говорить, чтобы они не уповали на Езекию, не слушали его слова, не слушали то, что Езекия говорит, что наш Бог сильный и говорит, что у него за упование. И вот в 37 главе я прочитаю такие слова. Де нам сказано уже в 14-му вірші. И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним, и молился Езекия пред лицем Господним, и говорил, Господи Саваоф, ты Боже Израилев, сидящий на Херувимах, ты один Бог, сих цар земли, ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо твоё и услышь, открой, Господи, очи твои и возри и услышь слова Сина Херима, который послал поносить тебе Бога живого. И дальше эта молитва проходить, и вы знаете, в конце цели главы мы прочитываем, как Господь отвечает этому царю, как Господь послухал его молитву, когда он молился и когда он просил Господа. И мы прочитываем такие слова. 22 вирш. Вот слово, которое Господь изрек о нем, призрит тебя, посмеется над тобою действующая дочь Сиона, покачает слід тебя головою дочь Израилева. Друзья, другие, и ниже мы прочитываем такие слова, что услышал Господь молитву Езекии, и тут сказано уже в 33 вирши, посему так говорит Господь о царе Асирийском, не войдет он в этот город, и не бросит туда стрели, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала по той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город цей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город цей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида раба моего. И вошел ангел Господень, и поразил в стане Асирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые. Я думаю, что сегодня, когда мы читаем Библию, и мы много таких мест находим, где Господь очень обратил внимание на щиру молитву людей Господних. И вот царь Езекия, будучи царем, у него народ, страна, у него все, но приходит ему вот такое испытание, на него идет сильная армия, и он начинает молиться до Господа. Пришел в дом Господень, развернул то письмо, начал говорить в молитве до Бога, и Господь сказал, не войдет туда, не бросит туда ничего. И вот в одну ночь, ангел Господень, который встал, и мы прочитали такие слова, и вышел ангел Господень, и поразил в стане Асирийском 185 тысяч людей, и все были мертвыми. Братья и сестры, сегодня мое желание, и всех нас, братьев, нашего молодежного хора, нашей группы спевающих, и наших диток, какими сегодня я разом, чтобы Господь выслухал наши молитвы, и прибыл с нами, и нас укрепил, и нас благословил. Апостол Юда описывает такие важные слова, и я их коротко хочу прочитать, потому что вы знаете, как следует нам это делать. И говорит апостол Юда, где говорит нам так, третий вирш. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почал занужно написать вам увещание, подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди из древле, предназначенные к всему суждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И когда уже в 20-м вирши мы прочитаем, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшой вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечности жизни. Хай Господь нам допоможе, брати і сестри. Якщо ви слухали сьогодні свідетельство брата Ізбука, який говорив, який вже в веселій був, але коли він прийшов до тих людей німців, де його виселку йому туди дали, коли вони стали по-німецьку співати, а він по-нашому начав співати, їхня мелодія злилася, Дух Святий наполняє їхні жалання, їхні серца. І коли ці люди побачили, хоча ще були, вони не крещені Духом Святим, але їхнє жалання було молитися до Господа щиро. Хай Господь і нам сьогодні допоможе, а ви, Возлюблені, назидаєте себе на святейшой вере вашей, молясь Духом Святим. Я думаю, що сьогодні ми церква, ми бажаємо цього, але бувають інколи трудності, бувають інколи, ну таке наше нерадіння, або наша лінивость трошки, або ми не відкриваємо так своїх уст, своїх бажань, склонились, три-чотири слова сказали, і вже більше не молимося. Брата і сестри, хай би Дух Святий наполнив наше серце сьогодні, укріпив наше собрання і благословив нас, даби в житті нашій ми сердечно прославили нашого любящого Господа Ісуса Христа. Коли ми прочитуємо роботу апостолів, після того, як Дух Святий зійшов на апостолів, коли вже, ну як, стала немножко дійснувати ця перша церква апостольська, і коли б не цього хромого чоловіка, який сидів у красних ворит, і коли б не йшли туди, в час дев'ятий молитви, і коли він, апостол Петро, ну сказав такі слова, що маю, то даю, бо ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І цей чоловік начав ходити. Але люди їх визвали і сказали їм такі слова. Я це буду читати в четвертої голові. Відяже, 14 вірш, Відяже, із ціленого чоловіка, стоящого з ними, нічого не могли сказати вопреки. І приказав їм вийти вон, із Синедриона розсуждали між собою, говоря, що нам ділатися з цими людьми, ібо всім живущим в Єрусалимі, і звісно, що імі зділено явноє чудо, і ми не можемо відвернутися Го. І коли вони так говорили, і Петро каже такі слова. Но Петр, це 19 вірш, і Йоанн сказав їм в відповідь, «Судите справедливо ли перед Богом, слушати вас, Боді, не жали Бога?» Вони не могли так робити. Вони слухалися Господа, вони слухалися сили Святого Духа, повілення, що на що їх посилав Господь. І коли їм кріпко запретили, щоб о імені сьом не говорили, ми прочитаємо так. Ібо лет более сорока було тому чоловіку, над которим зділалося ціє чудо ісцелення, був отпущений, вони прийшли к своїм і пересказали, що говорили їм пересвященники і старейшини. Вони же вислушав, єдинодушно возвесили голос к Богу і сказали, «Владика Боже, сотворивши небо і землю, і море, і все, що в них». Та устами отца нашого Давида, раба твоєго, сказав Духом Святим, що м'ятуться язичники, і народ замышляють щетноє. Востали царі земні, і князя собрались в місті на Господа і на Христа Його. Ібо поїстині собрались в городі зем, на Святого Сына Твоєго і Ісуса, помазаного Тобою, ірод, іпонті, іпилат, з язичниками, і народом ізраїльським, щоб зділати то, чому бить предупреділала рука Твоя і совєт Твой. І нині, Господи, вузри на угрозу їх, і дай рабам Твоїм со всею смелосію говорити Слово Твоє, тогда, як Ти простираєш руку Твою на ісцелення і на соділання знаменья і чудес іменем Святого Сына Твоєго Ісуса. І по моді Твоїх покалывалось місто, гді вони були собраны, і сполнилися і Духа Святаго, і говорили Слово Бож'є здарзновення. Слава нашому Господу! Браті і сестри, я думаю, ми сьогодні також бажаєм, щоб і на сьому місці, в сей вечерній час, Бог наполнив наше серце, нашу церкву, наших діток, наш хор, нас, братів, даби ми, сполнившись Духом Святим, могли прославити нашого вічного Господа. І поєтому сьогодні ми прочитували, всі вони єдинодушно визвели голос к Богу і стали говорити і просити Господа, щоб він допоміг їм. І по такій їхній общій молитві про їхньому, про то, що вони єдинодушно взивали, Господь звершив великое діло. Місто там, де вони наконилися, поколебалося. Пусть би Господь милосердний благословив наше це вечернє собрання, тому що багато з наших друзів, вони пішли на це похоронне собрання. Нас сьогодні трошки менше, але ви бачите, яка прийшла в цю сім'ю велика втрата. Трьох душ з одної сім'ї хоронити. Братя і сестри, для нас невідомо, що буде завтра з нами, для нас невідомо, що буде з другими нашими, але все ж таки, коли ми живі, здорові, прославимо нашого Господа і Ісуса Христа. Я пам'ятаю свій час, коли я вже був в армії, і ви знаєте, пройшло трошки багато місяців, може десь в півроку я попав на собрання. Ви знаєте, для мене той день є і сьогодні пам'ятний, коли я встретився зі своїми братями, там в Башкір'ї, в городі Салаваті, де я служив, коли я прийшов в цю маленьку групу, там братів і сестер, коли ми окружені, коли ми стали молитися, як Господь любов'ю озарив наше серце. Пусть би сьогодні та жажда, то желання до святого благодатного Господа і прославилось би його свято ім'я, ібо написано блаженний, нищий є духом, ібо їх є царство небесноє. Братя, мужики, братя, сестри, дідусі, бабусі, ви сьогодні чули, братам було вже нагадано, що прийняли в нашій страніці, які ці законно-беззаконної прийшли, що буде далі, ми не знаємо. Для нас, християн, сьогодні вопрос стояти в проломі, молитися, не дінуватися, посіщати собрання, не пропускати братя і сестри. Скільки сьогодні, даже в таких днях, неділя, субота, наших братів нема, таких, знаєте, молодих, тому що вони є на тих місцях, де вони хочуть трошки отдохнути. Бог казав, чим ви обкрадуєте мене? Ви знаєте, ми не йдемо в середу, в віторок, тому що ми втратимо, ну там 300 доларів, може 400 доларів втратимо, а йдемо в неділю, тому що ми втратимо собрання, але ми будемо на отдиху находитися. Друзья, дорогі, свій час прийде відповідь нам. Ми сьогодні думаємо собі, але ми будемо відповідати, почему ми не пішли в робочий день, потому що ми жаліємо гроші, а собрання ми не жаліємо. І ось так сила Господня умоляється, так ми бачимо, втратимо тідр зновенності, і в нас нема того огня. Пусть би Господь запалив наші серця, розуміти Богу Божию, прославляти нашого чудного Господа Ісуса Христа. І в цій молитві ми склонимся і подякуємо, а Йому слава, хай буде навіки. Амінь. Благословенно ім'я Твоє, і благословен Той, Великий Творець, Алігудя. Я прошу Тебя, і молю Тебя, Господь, щоб Ти допоміг нам, щоб Ти нас вкріпив віре, і допоміг нам в житні прославити ім'я Твоє, Алігудя. Тобі, великому цареві, хай буде вічна слава, Алігудя. І наїю, Господі, в цей вечір наполняй наше серце Твоєю благодатью, миром Твоєм, любов'ю Твоєю, Господь, і допоможи нам цим серцем розвіщати правду Твою. Прости нас, Господь, коли ми є такого при Тобою. Я молю Тебя, дорогой Мой Спасителю, Ти нас навчає, Ти нас укріпляє, і Ти нам допоможи, Господь, тобі всім серцем і всею душою прославити вічного живого Бога. Я молю Тебя, Господь, защити нас от сьогодні, допоможи нам. Хай буде Тоби, Джек, хай буде слава Тобі, нашому вічному Богу. Я прошу Тебя, дорогой Господь, наполне вірою, наполне серце благодатью Твоєю, даби всім серцем ми бізвіщали хвалу Твою і благослови цей вечір. Наша молодь, благослови Господь. Я бажаю, щоб Твоя ім'я, вона була сильна, велико, благословено і прославлено живого чудного Бога Ісуса Христа. Алілуя. Прославься Ти, вічний, Господь, і допоможи нам все ціло бути преданими і вірними Тоби, Господь. Я бажаю Тебе хвалити, Тебе славити, Тебе величати нашого достойного Бога Ісуса Христа. Я молю Тебе, Господь, укріпи нас, поможи нам, дай нам визвіщати правду, хвалу і силу Твою, Господь, даби в жисті ми Тебе славити, єдиного Спасителя Ісуса Христа. Алілуя. Тоби. Чудный, Господь, Ти наша сила, Ти наша надежда і Ти наше уповання. Алілуя. Боже, Ти нам дай силу, Господь, даби за все ми Тебе прославити, єдиного Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Благословено Твоє ім'я, нашого чудного Спасителя Ісуса Христа. Ми Тоби щиро дякуємо за цей вечерній час і приносимо Тобі подяку і благодарність. Дорогий, Господь, наш народ, наші діти, наші Христа, ми браття, ми зібрані для того, щоби возвеличити ім'я Твоє і прославити Тебя, нашого Бога. Ми не знаємо, скільки ще таких благоприятних часів Ти нам, Господь, діли в цій країні. Але ми бачимо, все звужується, Господь милосердний, беззаконів величується. Боже, я прошу Тебя, благослови цю країну і дай, Господь, розумно керівникам проводити час і також останови ці безумія. А нас, християн, сохрани, наші сім'ї сохрани. Благослови нас, Господь, і все наше собрання ми передаємо Твої святиї руки. Благослови цей молодіожний хор, який, Господи, сьогодні є з нами. Благослови групу, яка буде співати. Благослови діток, який з нами, наповни нас Духом Твоїм святим. А також я прошу Тебя, благослови старших братів, кому і трудно буває, хто, Господи, по хворобі єлі-єлі тянеться, Господь, але він прийшов послухати Твоє Слово. Благослови, Господь, милосердний, наповни Духом святим, радістю не за мною. І дай, щоб ми всім серцем були преданими Тобі, Господь. Скільки в нас є нарушеній, скільки в нас є, Господи, такого діла, щоб нам треба і справити і допоможи нам розмышляти, Господь, не тратити дні недільні на якісь розкоши, дославити Твоє ім'я і, сполнившись Твоєю благодаттю, просити милості Твоєю на нашу країну. Господи святи, також нашу країну, благослови. Ти бачиш бідствия Твоєго народу, весь край наш, всі наші області моляться, Господь. І ми тут в Америці молимся, і Ти почуй молитву, останови то кровопролитіє. А нашому Спасителю хай буде в цей вечір вічна слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. На наших ногах заспіваємо пісню «Шествуєм днєбок, дорога і тєрністай». Верую я сердцем Ісуса Христа. Спело йде, правде вечно і чиста, Пусть славят Господь наші уста, Спело йде, правде вечно і чиста, Пусть славят Господь наші уста. Нас окружаюся тємніє сили, Душі хоча, Погубить навсегда. Будем же верни, Кресту до могилі, Ненні збері, Ненні збері, Субтитры подогнали Симон. 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 Индіру Ганди убили, Авра Ганди убили. Оце, каже, результат дій диявла, сатани, який не хоче, щоб добро робити, щоб правду творити. Проти цього багато виступають і не дають цьому. І він каже, я переживаю за своїх дітей, хоча вони ще мали, але знаю, що вони сьогодні 50% в школі, вони за комп'ютером. Вдома теж. І каже, підростуть, і їм буде в кармані комп'ютер. Буде комп'ютер в кармані. І що можна навчити це, якщо ми не научимо. І каже, сьогодні нам треба дуже багато приділити уваги для того, щоб вчити своїх дітей. І нам робити добро, бо ми до того призвані. Каже апостол Павел, ібо ми його творені є, создані во Христі Ісусі на добриї діла, котрі Бог предназначив нам ісполняти. Ми його творені. І ми предназначені для того, щоб не було. Ми для того предназначені, і ми повинні його ісполняти. Я прочитаю місце Слово Боже, яке записано апостолу Павла, лист до римлян, із дев'ятого вірша і до кінця. Глава сьома. Я жил некогда без закона, але коли прийшла заповідь, то грех ожив. А я умер. І таким образом заповідь, данная для життя, послужила мене к смерти. Тому що грех взяв повод от заповіді, обольстив мене і умертвив її. Посему закон свят, і заповідь свята, і праведна, і добра. І так, неужели добре зробилось мене смертоносним? Нікак. Якщо не хочу, то соглашаюся з законом, що він добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мене грех. Ібо знаю, що не живьет во мене, тоїсть плоти моєї, добруе. Потому, що желання добра во мене, но щоб зробить оне, того не нахожу. Доброго, яке хочу, не делаю, а злое, яке не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мене грех. І так, я нахожу, що закон, когда хочу делать добре, прилежит мне злое. Ібо по внутренньому человеку нахожу неудовольствие в законі Божьем, но в членах моїх вижу іной закон, противоборствующий закону ума моєго і делающий мене пленником закона греховного, находящийся в членах моїх. Бідний я человек, хто избавить мене от сього тела смерти? Благодарю Бога моєго, Ісусом Христом, Господом нашим. І так, тот же самий і умом моїм служу закону Божию, а плотію закону греха. Брати і сестри, ви знаєте, ну, читав я, часто читав, це місце. І, ну, і я зрозумів, знаєте, зрозумів, що то там всередині робиться. Якесь, ну, будем казати так, якесь суділіще, чи що, знаєте, якесь там, будем казати так, умовно, якісь там люди засідають, голосують, якась опозиція, і, ви знаєте, і більша, і більша. Здається, хочу зробити добро. І, значить, всякі думки. А він, а в його діти багатий, а в його те є, а в його те є. Хто це є? Апостол Павел каже, є желання добра. Є в мені желання добра. Але робить того не можу. Не можу. Не хочу робити зла, а роблю. Хто це ці імпульси нам дає? Хто ці імпульси нам дає? Хто нас перебиває нам робити добро? Апостол Павел каже, бєдний я чоловік. Бєдний я чоловік. Хто ізбавить мене від цього тіла смерті? Ви знаєте, сьогодні брат Саша говорив за багатого юнака. Багатого юнака каже, господи, що зробить мені доброго, щоб спастися? Є желання добра. Є желання добра. Роби. От тобі Христос сказав, те, 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 зроби. Ні, якась борба, хтось переміг там і сказав, ні, опечали. Пішов з печалью юнак. Пішов з печалью. Хто то, що то перемагає в нас? Перемагає в нас, браття і сестри. Знаєте, яка повинна бути борба? Я хотів би ще, знаєте, сказати за Іону. За Іону. Знаєте, я, ну, це книга Іони, вона, ну, для мене вона є цікава така, коротка, легко запоминається. Я думаю, що кожен із нас, і про це навіть і діти знають. І ви знаєте, я рахував Іону якимсь таким, який, ну, дає визов Богу. Здається, Бог говорить до тебе, Іона, іди. Іди, проповідуй. Чого ж ти такий? Дєрзок. Чого ти такий дєрзок? Тебі Бог вірив Слово, але поїхав в другу сторону, поплив в другу сторону. Знаєте, коли я почитав історію за Асірію, за Ніневію, ви знаєте, і якби не Боже повеління, я був би зовсім на стороні Іони. Зробив би так точно, як зробив він. Асірія – це багата країна, яка на той час була розвита в неї економіка, і була в воєнній сфері крепка, яка поробощала сусідні країни, і в тому числі Ізраїль, в якому жив Іона. І ви знаєте, в Іони було те желання добра защитити свою країну, свій народ від того посягательства, яке було з тієї сторони. Але це було сказати Боже повеління. І він не послухався. Ви знаєте, каже, два рази сказав, що лучше мені умерти, ніж жити. І, ну, звісно, Бог провів Іону через такі невероятні іспитання. І Іона молився, і сказав, що обіщав, то ісполню. І пішов, і все равно, знаєте, пішов, проповідує, проповідує. Сорок днів він, він там проповідував, ходив, що сорок днів, якщо не покаєтесь, погибнете. Знаєте, Бог почув, тобто, Бог почув молитву народу, Ніневії. І опечалився. І Бог, значить, явив свою милисть. І опечалився знову Іона. Лучше, каже, мені умерти, ніж жити. Але коли, знаєте, коли Бог говорить, коли Бог говорить, то написано, що не одне слово не пройде, щоб воно не ісполнилось. І я думаю, Іона повинен був це знати. Іона повинен був знати. Але він настояв на свому. Настояв на свому. Він да, він був добрий чоловік. Добрий чоловік. Він Бог йому довіряв слово. І його, навірно, знали в сусідній страні. В Асирії, в Ніневії. І ви знаєте, повірили йому. Він був чоловіком авторитетним. Був авторитетним чоловіком. Пророком Божим. І його послухали. І його послухали. Я і сказав Бог Іоні, «Неужели так сильно огорчился ти на растение?» Он сказав, «Очень огорчился». Даже до смерти. Тогда сказав Господь, «Ты сожалеєш о растении, над которым ти не трудился, і которого ти не растил, которое в одну ночь выросло, і в одну же ночь і пропало. Мені ли не пожалеть Неневії, города великого, в котором более 120 тисяч чоловек, не умеющих відвічати правої руки від левой і множество скота». Зарастение опечалився Іона, що воно давало йому тінь, а тут за одну ночь і воно зів'яло і нема. І знову. Але то було, я думаю, повод був той, що Господь помилував Неневію. Неневію. Каже, «Я…» і молювся он Господу і сказав, «О Господі, не ету лі говоріл я, когда я іще був в страні моєй, потому я і побіжав в фарсіс, ібо знав, що ти благий, Бог благий, і милосердій, і долготерпеливий, і многомілості, і сожалеєш об'єцтві. Іона знав, що Бог такий долготерпеливий, милостовий, і такий добрий наш Бог. І каже, і сожалеєш об'єцтві її. І значить, що він помилував народ цей, який не… там, знаєте, пише, що не знав, не міг відлічити правої руки від лівої. Там в одному місці говориться, що то були діти, ну, але так чи іначе, три дня ходьби Ніневія, то це вже великий город, великий город, багато. І Бог пожалів, Бог є милосердний, Бог є милостивий, і він бачить, і хоче, щоб кожен міг спастися, щоб кожен міг спастися. Хай благословить наш Господь нас і поможе, щоб ми могли робити добре. Каже, що добре ім'я лучше великого багатства і добра слава лучше серебра і золота. Братис, сестри, добре ім'я не прийде самому. Якщо ми не будем робити добра, то воно саме не прийде. Ви знаєте, кажуть, добрий той чоловік, який пережив, пройшов горе, біду, то є людина з опитом і то є результат того, що людина добра. Хай благословить нас Господь на всяке добре діло. Амінь. Братис, добре і сестри, я думаю, буде хор співати або загальний псалом. І після псалму сім'я Литвиненків прийме сьогодні участь в нашому служенні. Вони заспівають два псалми і брат Ваня на голову буде говорити проповідь. Після його проповіді знову вони будуть приймати участь. Хай Богу благословить. Дякую. Дякую. Хай Богу мене приготовить на веки мне место любя. А Спаситель Христос созидає мене приготовить на веки мне место любя. В той стране В той стране ate Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. можно сказать, вверх идуча. И так подивился, сразу вспомнив тот самый день, это и в мисе писания, где сказано, что «Возвожу очи свои на горы, звездки приходит помощь моя». Если туда приехать, можно сказать, чтобы подивиться, ничего такого, чтобы ризного не было, чтобы сильно уразило. Например, как мы были в Мексике, да, там есть место, что ты заходишь или на свалку, где люди живут, делают и все, и просто ты не знаешь, куда подивиться, где очи подиваются, там не так пахнет, как мы привыкли до того, там еще что-то, еще что-то. Но тут вроде было все нормально. Но когда приезжаем, то самое первое, что замечаешь, что воздух меняется, потому что высоко стает, и начинает дыхать. Там пару ступеней прошел, и тебе нужно остановиться, немного передихнуть и снова идти. Нас приезжали, как, слава Богу, когда я приехал, то Бог так сделал, что хотя сколько я там был, ни разу я сознание не терял, два раза голова только болела, а не ригал, ничего. Другие приезжают, они их то тошнить, то еще что-то, спать не могут, за ночь могут два раза, три раза сознание потерять. Поки доезжают на этих 13 тысяч фитов, они могут сознание потерять в автобусе, надо вставать, надо воду давать, это все. А просто для меня, я приехал, так как был, с первого дня встав, хлопцы, ну, пастори, там, которые из Калифорнии отвечают за это место, звонят, говорят, как там новое, что приехали, что все хорошо, что это, я говорю, хлопец, который отвечал за всех нас, house leader назывался, то он говорит, что да, он еще перед нами встает, он молится, потом иду на нашу байблстер, и хотя в него есть неделя, чтобы можно просто отдыхать, привыкнуть до этого altitude, чтобы можно было уже тогда трудиться. И они даже сами как-то удивлялись, как это, я иду, я отдыхну, отстаю, мы едем куда-то, всегда я в это, первый за них могу встать, в деться, все это, никаких у меня проблем не было, здоровьем, ничего, там хлопцы, которые были по 6 месяцев, по 3 месяца перед мной, что там были, мы переезжали через перевал раз в одно село, чтобы там попроповедовать, назад вернулись, а они на 2-3 дня уже все не могут, их тошнить, им голова болит, они слабые, а для меня, я сколько ездил через перевали, в аэропорт забирать новых миссионеров, которые приезжали, и на миссии, на Евангелосемс, как мы ездили, ничего, Бог так сделал, что все было хорошо. Другое, что ты сильно начинаешь замечать, это, что если ты себе подаришь, или что-то, рана гоится очень долго, если она 2-3 дня, там она может быть до 2 недели, что гоится. И как мы приезжали, мы переносили, как раз надо было в другую хату переезжать нам, мы приезжали, и как переезжали, это ящики там мы скидали из векна, я ловил, и потом машину ложили, и там ящиками руку соби подарил, ну подарил, я уже, это мне там не сильно велика, это, ну, как проблема, что там окей, загорится, но оно не так, что загорится, что там сразу, я думал, что оно будет долго, так как мне сказали, что там 2 недели, проходить 2-3 дня, так как тут было, так и там, все загорилось, нема ничего, ну, сначала все так, удивились трошки, ну что сделаешь, если хорошо, то хорошо, потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, и так, день за днем, что-то там не те, где-то подержишься, где-то еще что-то, и все раны, так как тут они горились, так и там, Бог заступался, Бог являлся милість, одно свидетельство, которое бы я хотел поделиться с вами, что было очень тяжело 2 недели, что проповедуешь, люди начи не слушают, не чувствуешь, что Дух Святой с тобой, или что-то такое, просто очень-очень тяжело было, и я встав, пошел на крышу, врань, помолился, потом, как уже сходил, с крыши, так себе просто подивился в небо, и говорю, Боже, если ты точно зі мною, потому что когда я ехал, ты сказал, что я буду с тобой, я не оставлю, не покину, то дай мне это знать, и в день, как мы уже мали выезжать на детское служение, сразу перед тем, пару минут, я пошел, чтобы сделать себе что-то, что-то поеду, и не хотя ножом себе руку прорезал, прорезал так, что через рану, можно видно было кость, что в середине, и я взял, пошел, приложил, там помили, замотали с одним хлопцем, пошли на детское служение, приходил после детского служения, и надо, через час мне надо идти уже на молодежное, я пришел, сел, подивился на руку, думаю, надо перевязать, потому что сильно кровь ушла, как я тогда его делал, взял сначала, пережал, еще не болит ничего, не знаю, может, нерв заторкнул, думал, что-то не знаю, прихожу, взял, размотал его, смотрю, а там уже нема ничего, просто осталась шкурочка зверху, что только сдерти, и все, Бог так и исцеляет, Бог показывает, что он заботится, что он чует, да, я знаю, что у нас таких, можно сказать, miracles, мы не видим в нашем жизни, как мы проходим каждый день, на Японию, как я ехал, мне очень нравилась одна песня, которая у меня в машине есть, и там сказано, что такие слова, что от миссии, если ты отказался, ты отказался от Божьей, ну, Божьей помощи, я так сразу собі вспомнил, что Бог исцеляет, Бог помогает, может, да, тут мы получаем что-то, но если туда поехать, то там, где ты уже с Богом, где тебе надо Бог, ты начинаешь понимать, кто он такой, ты начинаешь знать, кто он есть. И, как я уже рассказывал, за место, за altitude, у нас было там 13 708 фитов, это у меня на кровати было, где я лежал, я просто так собі одного дня открыв телефон и хотел побачить, яка высота тут, открыв, и телефон засекает там через одну апп, на какой высоте мы были, и это не только, что мы там оставались, просто где в комнате, мы поднимались выше, ниже, ездили по местам, говорили и проповедовали людям. Другое, что я хотел рассказать, это за людей, очень много вопросов, а как там люди, как они относятся до Слова Божьего, я знаю, что много из нашей церкви, они были в Мексице, они знают, как мексиканцы относятся, как они бежать до того, собираются, там проехал по машине, и уже через 15 минут, уже люди с семьей, идущи всему, и слушать Слово Божье. Но тут то не Мексико, тут то совсем по-другому, люди, вони вже мають, якийсь там, можно сказать, свои віри, свои это все, что они могут до него звертаться. Да, они называют себя вирующими, там много есть, мормонев, джиговас, витнеси, людей, которые даже жертвы каждую суботу приносят, и другие всякие, это есть. Кажется, мы как считали, то 9 до 9 каких-то там, вировых есть. И просто люди собі познаходили. И если ты с человеком придешь, чтобы говорить, подойдешь, руку пожмешь, да, ты белый, они сразу тебе руку пожмут, глибнутся, ставят говорить, но только ты начинаешь за слово Божие говорить, за церковь, они, а я хожу в церковь, мне не нужно ничего, я прийду раз в неделю, и мне хорошо. Мы стали там, с одним дядьком говорили, он ишел в церковь уже в неделю, мы так его встретили, стали говорить, что приходите до нас, и он говорит, то я уже сейчас иду в церковь, потом на вечернее собрание, мы опять собрались в церковь, бачим, он назад уже идет из того места, от церкви, и уже пьяный, что ему не можно просто сказать, он не повнен, кто ты такий. Люди приходят в церковь, приносят там свой грех, чи что, они какую-то заплату там дадут, и все, они думают, что их уже Бог выкупил, и за их грех, они себе выкупили, и они дальше могут идти грешить. Я вспоминаю, как у нас было там, ну, распятя, как они, ну, справляли цей свято, как вот все, у нас воно тут по святковому, где можно прийти, послухать Слово Божие, и это все, а в них, наоборот, в них они делают загальный такий рассказ, собирают католическая церковь, людей выбирают, и гаяют с одного места, там их до гори, через весь город, идуть люди толпой, там, и Христос падает, и так все они рассказывают, но перед тем, в шесть часов, в пять часов, в четыре, в три они встают, берут каменьца, и они несут там на ту самую гору, до якого из Христа, и ложат каменьца. Это символ, что они свой грех приносят до Христа. И как мы ишли, то дивимся, как я ходил два раза туда, врань, чтобы просто побачить, что-то новое, и как я ишел, то первый раз очень много людей идут, несут каменьцы, второй раз, как мы уже поднимались с всем народом того села, все поднимались, то можно взять и побачить, что люди просто ничего не имеют, они принесли тот каменьц, а уже как назад вертаться, уже кто-то иду с бутилкой, кто-то другого что-то шукает, и ты просто уже до человека не можешь поговорить, они так просто не хотят, чтобы слушать Слово Божие. Но Бог делает так, что Он даёт возможность, чтобы мы могли как-то достукаться через разные обстоятельства в людей, которые появляются, Бог до них стукает в сердце. Я хотел бы поделиться еще двома такими, можно сказать, miracles, люди, за которые питают тоже, чи Бог там робил исцеление, или что-то такое явное, или что-то было. Да, было, но не всегда. Самое большее, когда явное, то, конечно, люди много сбегаются, люди хотят увидеть еще и еще, но Бог делает для того, чтобы людей собрать, чтобы про Его рассказать. А люди приходят, и бывает, что даже гроши приносят, и говорят, помолиться за нас, потому что мы тоже хотим быть исцеленными. Был местный пастор, и у него что-то с животом сталося, он из работы его прямо забрали в госпиталь, из госпиталя, ему сказали, что мы тебе тут ничего не можем помогти, надо тебя срочно везти в другий госпиталь. Другий госпиталь, это самый ближний до нас, это 6 часов от нас. И его забирают, повезли в госпиталь, это было где-то примерно 11 часов, как он туда приехал. Нам сказали, что они доезжают, мы стали своей группой, с миссионерами, стали молиться, за него помолились, помолились за наступающий день, и пошли спать. На второй день мне звонят и рассказывают, что у нас есть miracle, что Бог что-то сделал, что совсем по-другому. И стала его дочка рассказывать, что мы приехали в госпиталь, взяли анализ, тебе нужно срочно операцию делать, мы тебя готовим на 5 часов вранку, чтобы была операция. Он говорит, ну, добре. Вони говорят, что там еще есть какие-то анализы, что надо, чтобы доробилось, то на 5 часов будет добре. Он говорит, добре. Лягает он спать, в 3 часа ночи ему присинается сон, что приходит ангел из неба и начинает операцию делать на нем. Там, где ему болело, на животе, все, что-то там витягнул, зашил, и назад все нормально вроде. И он встает, и как раз подходит до его медсестра, и говорит, что мы тебя готовим на операцию. Он говорит, нет, можно сделать еще раз снимки, еще раз анализы переработать. Вона говорит, то только 3 часа назад, как ты анализы делал, для чего тебе Он говорит, потому что я думаю, что меня Бог исцелил. Он говорит, окей, ну сделаем, или это будет просто waste of time. Он говорит, ну сделайте, я заплату, если нужно. Он говорит, окей, пошла, сделали анализы, дала доктору, доктор приходит, говорит, я не понимаю, вот эти, что 3 часа назад, и вот эти, что у меня есть в руках, говорит, совсем 2 разных. Он говорит, что у тебя тут все, что было 3 часа назад, его нет. Значит, кто-то уже эту операцию, которую мы должны делать, сделали. Я не знаю, что это такое. И он начинает ему рассказывать сон, говорит, мне Бог, на меня сегодня в 3 часа ночи, Бог операцию делал. И он сказал, ну, если на тебе Бог операцию делал, значит, вставай, иди домой. Дядька поднимается, и так ему еще, живет болит, трохи скривился, от боли, доктор с посмешкой на него подивился, каже, ну что, Бог операцию сделал, а однако болит. А этот дядька подивился на него, тоже влюбнулся, каже, а сколько твоих пациентов, за кроватой встают и бежать домой сразу. Доктор ничему ему не ответил. Просто Бог таки милість являет для людей, для наших, да, я знаю, что не знаю, что может заявляли тут, а я просил, чтобы молились, тоже хлопец приехал, и сразу, мемония через пару дней получилась, заслаб сильно. И получилось, что как мы его уже в госпиталь привезли, доктор сказал, что его, наверное, оставалось, может, час еще два, и он бы не выжил бы. Кажем, его вся правая легень полна вода, а левая только до половины свободна, тоже полна вода, считай. Кажем, через это он мог бы умерти в любую секунду. Кажем, мы ему тут помогать не можем, забираем его в другой госпиталь. Церква наша молилась, в Калифорнии молились, куда могли бы все там миссионеры, из которых церков были, просилали меседжи в свои церкви, чтобы Бог допомог, чтобы Бог спас. Через 3-4 дня хлопец назад вертается, все нормально, не кашляет, уже здоровый, начинает тоже трудиться. Бог много помогал для нас. И можно много чем поделиться за эту поездку, просто время, как сказать, чтобы вложить 6 месяцев, какое-то время его не хватит. У меня есть книжка, которую я записывал, да, там есть, что Бог, когда Духом Святым хрестил людей, когда Бог в церквах действовал, просто людей не можно собрать, то переводчик, у нас начался orphanage открывался, переводчик, это нет переводчика, надо собрания врубить, Bible story, собралися людей, до 20 людей, и, как можно сказать, как всегда не получается, что-то, когда самое большее нужно. Переводчик уехал, надо говорить с government. Ну, я сидел с хлопцем, он говорит, что-то, ты тут аж сколько был, где-то 3,5 месяца, ну, начинаем переводить, цели, и он говорит, я, как можно, перевожу, там, одно слово не знаю, описал те слово, они вгадали, я говорю, да, те слово, дальше. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть начинались, же самі без переводчика, как Бог давал, Бог допомагал, мы могли делать. Знаете, самое первое, я бы хотел так же, вам всем подякувать за молитвы, для молодых, для церкви, для батьков, для друзей, всех, кто был, потому что вы никогда не поймете, какая важность мает эта молитва, особенно, когда ты сам остаешься десь, где тебе нужно самому все делать. Я уже говорил на молодежном, мне приходилось за неделю до девяти проповедей сказать, а где тих проповедей набрать, от себя ничего не скажешь. Я приехал, я приготовил только две на запас, но Бог так делал, через время читаешь Библию, каждый день выбираешь слова, выбираешь места, и Бог начинает учить тебя, через себя, я сам учился, так уже и для молодежи говорил, потому что через время меня поставили молодежным лидером, и просто одно через другое, и так молодь стала обратиться, стала видеть, что то, что я говорил, оно не есть только слова, как через другое было, что в них были молодежные лидеры, одно сказал, а сам друге делает. Они смотрели, что одну неделю я прожил, на другую неделю пришли, я за то, что я прожил, говорю, и для этого это очень сильно стали люди ценить. Я приехал два месяца уже, только, думаю, три-четыре дня прошло, что мне еще меседж не написали из Перу. Каждый день пишут, каждый день пытаются, когда назад приедешь, мы хотим снова тебя послушать, мы хотим с тобой поговорить. Даже миссионеры, которые на том месте есть, говорят, как ты делал с этими детьми, как ты делал с этими людьми, мы не можем их понять. Он приходит, просит, а я не знаю, что ему сказать. А Бог так давал, и все, чтобы можно было им ответить, чтобы можно было до них как-то поговорить. И это все я знаю, что это не моя заслуга, не то, что я что-то сделал. Я думаю, что это все есть по молитвах батьков, по молитвах церкви. Друзья, я вам за это сильно дякую. Еще одно место я бы хотел бы зачитать, это будет из 122-го псалма, из 2-го стежка. Отобо, как очи рабов, до руки их панев, как очи невильницы, до руки их панев, так наши очи до Господа, нашего Бога, аж пока не смилуется Він над нами. Знаете, в том месте, если приходят такие ситуации, в тебе не мое, куда вернуться. Да, батьки есть, есть друзья, но батьки и друзья за дни от тебя. Ты не можешь им, можешь подзвонить, можешь сказать, но то, что тебе нужно, оно не прийдет от них сразу. А когда ты обратишься до Бога, когда в тебе уже не мое никакого выхода, ты только понимаешь, что это ты и Бог, и если Бог не сделает, то никто не сделает, то тогда саме больше ты начинаешь ценить то, что тебя Бог любит, что тебя Бог бачит, что Он тебя просто не оставляет в ситуациях, где ты сам. Я бы хотел для каждого из нас, чтобы мы могли, через это свидетельство, хотя короткое, как я сказал, чтобы мы могли понять, что Бог на каждом месте, где бы мы ни были, если мы идем, нам трудно, может, мы тут, близко к церкви, а может, мы далеко, где-то совсем в другом месте. Бог нам, Он хочет помочь, если мы его точно будем шукать. За это слово, хай будет Богу слава. Аминь. 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 Можно в меру быть добрым и в меру скупым, Можно в меру быть умным и в меру пустым, Можно в меру смеяться и в меру шутить, Но никак не получится в меру любить. Можно много стараться Быть лучше другим, Можно ветру отдаться, Пока он не сил, Можно в меру страдать, Даже в меру пожить, Но никак не получится В меру любить. Когда любовь приходит с неба, Увидит тот освет, Не надо им тепла и хлеба, Она тепло и греет, И даже если крест предложат, Пойдет на крест она, Любовь одна спасти нас сможет, Одна любовь, одна. Можно как-нибудь верить И как-нибудь ждать, И в закрытые двери Пол жизни скучать, Можно сердце своем Дану я устудить, Но оно мне научится Так в меру любить. Когда любовь приходит с неба, Увидит тот освет, Не надо им тепла и хлеба, Она тепло и греет, И даже если крест предложат, Пойдет на крест она, Любовь одна спасти нас сможет, Одна любовь, одна. Когда любовь приходит с неба, Увидит тот освет, Не надо им тепла и хлеба, Она тепло и греет, И даже если крест предложат, Пойдет на крест она, Любовь одна спасти нас сможет, Одна любовь, одна. Когда любовь приходит с неба, Когда любовь приходит с неба, Увидит тот освет, Не надо им тепла и хлеба, Она тепло и греет, И даже если крест предложат, Пойдет на крест она, Любовь одна спасти нас сможет, Одна любовь, одна. Субтитры создавал DimaTorzok Тебе, Господь, вся жизнь моя, Поэтому я радуюсь, Сколковь я чистая струя, Живеет мой дух, отрадаю. И я пою, Христу пою, За нас, за доложи свою, Шатер любви, любви святой, Раскинул он нас всей землей, И медом каплю таблока, Что держит их его рука, И солнце свет в лучистый глаз, О, любить, как детей всех нас. Христос однажды делай мир, Сил на любящих руках, Отвожь на смерти и скупи, Христос открыл на небесах. И я пою, Христу пою, За нас, за доложи свою, Шатер любви, любви святой, Раскинул он нас всей землей, И медом каплю таблока, Что держит их его рука, И солнце свет в лучистый глаз, Он любит, как детей всех нас. Перед борцом ничтожный я, В грехах по вине смерти был, Добро пречистое, И сам дала мне рада жизни мир. И я пою, Христу пою, За нас, за нас, за доложи свою, Шатер любви, любви святой, Раскинул он нас всей землей, И медом каплю таблока, Что держит их его рука, И солнце свет в лучистый глаз, И солнце свет в лучистый глаз, Он любит, как детей всех нас. И я пою, Христу пою, За нас, за доложи свою, Шатер любви, любви святой, Раскинул он нас всей землей, И медом каплю таблока, Что держит их его рука, И солнце свет в лучистый глаз, Он любит, как детей всех нас. Он любит, как детей всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 на этом акцентовать, но все-таки нужно говорить. В Америке после пятницы 26-26 в христианах есть тревога. В правдивых христианах есть тревога. С этим законом, который принял Верховным судом Америки, Супрем Корт, ця подія зворушила людей. Безперечно, большая часть американцев цей закон поддерживает и поддерживает. Больше 65-66% согласны с этим законом и говорят, что это хорошо. Но у тех 30%, которые еще есть в Америке, их тревожить это положение. Братья и сестры, тем больше нас, христиан, верующих, что знаем живого Бога и проповедуем истинность священного писания, тем больше нас має тревожить. Оте, что происходит. Один из видных людей Америки, сенаторов или конгресмен, мне сказали такие слова, что 6-26-15 года – это трагичный день для Америки. Трагичный день для Америки. И вот в этом вопросе я хочу сказать, я прочитал в миссии священном писании, где было сказано через пророка Иезекилею по отношению народа израильского, что там был вилем, виломи. И в питании, в питании отношения до Бога, в питании чистоты Евангелии, в питании морали данной страны, это был великий пролом, в негативном плане. В питании стояло Бога, кто бы став в цьому проломе. Братья и сестры, Церква Христова сьогодні на землі, віруючі люди нас сьогодні на землі. И Бог хочет, чтобы мы с вами стали в цьому пролом. Безусловно, мы не пойдемо с маршами, с манифестаціями и так далее, протесту, но мы имеем возможность перед Господом стоять. Уже сьогодні было сгадано за Ниневию. Бог не хочет карать людей. Я знаю, что Бог не хочет карать Америку. Не хочет Бог карать Америку. И мы не хотим с вами, чтобы Господь карал цей край и цю страну. Но поскольку мы не хотим, брати и сестры, то давайте мы поднимем голос наш до Бога. Промилизь Божу до цього краю, до цієї земли, до цього народу, цієї страны. Через рік в Америке будут выборы президента. Это не только президента, будет меняться главная частина урода Америки. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы услышали. Начинайте молиться за благословение Америки. Починайте молиться, и то щиро молиться. Не как-нибудь, не хотя. Щиро молиться, чтобы Господь благословил Америку. Мы живем в этой стране. И Бог свого часу до народа израильского, как они были в Вавилонии, Он говорил, что они молились за ту землю и за ту страну, в которой они живут. Потому что если там будет хорошо в этой земле и в этой стране, то и вам будет хорошо. И так есть. Если эта страна будет благословена, и тут будет хорошо, то и нам с вами будет хорошо. Но если будет не хорошо, то всем будет не хорошо. И давайте молиться, чтобы Божа милость и ласка была такая, чтобы Бог такий урод поставил такого президента, который знал бы живого Бога. И дотримался фундаментальных истин священного писания, истин Божих. А мы это можем делать. Братья и сестры, мы это можем. Да мы это можем с вами делать. Это мы можем с вами делать. Это положено на нас благословляти. Благословляти страну, благословляти народ, благословляти тех людей, которые рядом с нами. Наших сусідей, которые рядом с нами живут. Это наш обовязок. А тем более, когда мы видим это положение, где нужно просить милостей Божией. Нехай Господь вложить в наше сердце цих отчиняй и божанья. Ось их отчиняй и божанья до Господа взивати, до Господа прийти и прийти самим спокаянням. Как уже сьогодні в раннешнем зібрань было сказано, чому-то мы тут с вами, чому-то мы с вами тут. Но, на жаль, что мы, те, которые должны быть силой, в священном писании написано в Слове Божьем. А если та яссиль силу втратить, ну, на что ее використати? На что ее добре використати, если та яссиль силу втратить? И вы не раз чуете из этого места за кафедрой звернение до нас, до нас, христиан, до нас, славян, что мы втрачаем силу. Я думаю, вы сами знаете, вы сами знаете, я знаю, и мы сами знаем, каждый за себе. Чи мы срастаем, чи мы срастаем в Божьем, чи мы втрачаем? Чи мы втрачаем? Чи мы втрачаем? Нехай Господь нам поможе. И нехай нам Господь допоможе, брати и сестры, допоможе быть теми людьми, которые благословляют. И я еще раз хочу подкрасить. Наша миссия благословляти. Наша миссия с благословением, с молитвой до Господа за благословение. За благословение цего краю и цей страны, в которой мы живем. Нехай би, хай би шемилисть Божа продовжилася. И той гнів, який був, свого часу, вы памятаете, в священном писании написано, два месяца священного писания написано, Содом и Гомора и племя Венеаміна. Таким же грехом грешили. Племя Венеаміна, яке повнистю було знищене. 400 людей осталися з племени Венеаміна. Содом и Гомора. Кілька людей. Ну, двох людей. Трох. Четверох вийшли. Трох людей осталися. Із цього місця. Але Авраам заступався за це місто. Авраам заступався. Авраам просив Бога милости. Браті і сестри, нехай і наше буде бажання, ось таке є. Бути тими людьми, які до Господа взивають і милості просять. Не суда. Бо якщо просити суд, то суд прийде і на нас. А милості просять. І що найбільше у всього потрібно людям в житті? І що їх робить щасливими? Браті і сестри, от таке питання я для себе ставлю для вас. Що найбільше нам потрібно в нашому житті? Що найбільше нам потрібно? Що найбільше потрібно мені? І що мене зробить щасливим? Гроші багато мати? Багатства багато маю? Я щасливий. Дома маю? Землі маю? Острова маю? І я щасливий. Машини? І так далі. І можна ж цей перелік вести. І я щасливий в тому? Дані. Люди, які мають все. І вони себе відчувають нещасними. Люди, людина, яка має Господа. Людина, яка в близьких відносинах з Господом. Людина, яка наповнена спасаючою вірою. Людина, яка наповнена силою Духа Святого. Людина, яка веде переможне життя над спокусами, над гріхом. Щаслива людина. І нехай Бог допоможе нам бути такими людьми. У нас є дві записки, просьби, які поступили наперед. Я їх читаю, і ми будемо молитися. Бачите, яке добре батьківське серце. Помоліться, щоб Бог їх спас. Та ж ці діти є неслухняни. Може, і далекі від Господа. Але батьківське серце хоче добра, щоб Бог дав їм добру долю, і щоб вони мали щастя в своєму житті. Не гнів Божий прийшов на їхнє життя, а Божа милися і Боже благословіння. Давайте ми так само будемо мати по відношенню і цього питання, що я сказав раніше. Дорогі друзі, ми хочемо відвідати наших дітей в другому штаті і просимо помолитись за нашу дорогу, щоб Бог благословив і зберіг нас в дорозі з подякою ваші друзі, ну, наші брати і сестри. Може, ще хто має слово? За вашу дружину, вона в лікарні, хвора. Ми склонюємося для молитві. Наш добрий Божий, наш любий Божий, благий і милостивий, святий і добрий, так велика Твоя милость і Твоя благість була до нас і над нами. Слава Тебі! Слава Тебі за добрий час, що Ти нам посолав в нашому житті. Слава Тебі за Твою доброту і за Твою любов до нас. Слава Тебі! Слава Тебі, святий Господи, що Ти є спасителем, спасителем грішників, і прийшов Ти спасати, а не губити душ. Любий, добрий Божий, слава Тебі, хвала Тебі, що Ти продовжуєш день благодаті і милості Твої, і день спасіння. Хвала Тебі, вічний, добрий Божа! Ми Тебе дякуємо і славимо за Твоє Слово, котре Ти дарував для нас, і через Твоє Слово Ти нас вчиш. Через Твоє Слово Ти нас очищуєш. Через Твоє Слово Ти виправляєш наше життя і нашу дорогу життя. Любий Боже, слава Тебі! Слава Тебі! Слава Тебі, що Твоя милість була над нашою церквою. Твоя забота, Твоя охорона, Твій захист, Твоя допомога. Слава Тебі, Господі! Слава Тебі! О, наш любий, добрий Боже, і за цей час вечірній, що Ти дарував для нас, слава Тебі! Слава Тебі, Господи, за цей молодіжний хор, який воспіває для слави Твого святого великого імені. Слава Тебі, Господи, за цих молодих сестер і братів, які приймали участь теж. Слава Тебі, Господи, що Ти побуджуєш дітей наші, Господь, слідувати за Тобою, що Ти їх хорониш, що Ти їх бережеш, що Ти їм даєш добре хотіння і бажання. Боже, наша молитва до Тебе, щоб дійсно наша церква була благословена, щоб кожний член церкви був благословений, кожна сім'я. Ісус, щоб Твоє ім'я славилось і святилося, Господь, в нас, щоб не було цих записок за тих дітей, які є непослушні. Дай нашим дітям бути вірними для Тебе. Дай нашим дітям, Господи, бути добрими, бути християнами, бути послідовниками Твоїми. Ми їх Тебі доручаємо, Господь наш і Бог наш святий. І в цих записках, Господі, тут написано, прося мама, батьки просять за своїх дітей, щоб вони пізнали Тебе. Нехай буде почута ця молитва, Господі, будуть від'їжджати в інший штат. Нехай теж Твоя охорона, Твій захист буде. Брат за дружину, заявляєш, вона є хвора, укрепи її теж в здоров'ї. Бог святий, бо Ти є наш Господь. Але ми Тебе просимо, Господи, за цю країну, в якій ми живемо. Господи, за Америку. Ми просимо благословіння на Америку. Ти даєш добрий і благословений час, Ти даєш мирний час для цієї країни. Святий Господи, Святий Всесильний, це і велика Твоя милисть, і велике Твоє довготерпіння. Але, Господи, Ти знаєш, і ті процеси відступлення, які відбуваються в цій країні, це є беззаконія, яке узаконюється. Ось ті закони, які є огидні в очах Твоїх. Боже, Боже, милості просимо, яви Твою милисть, і дай повернутися, Господь, цим людям до Тебе, Бога живого. Господи Святий, дай для цієї країни тих людей, котрі могли б направити до Тебе, до Бога, до істини, до правди, до чистоти. Весь народ. Дай президента, який знав би Тебе, святого і праведного Бога, і мав би страх перед Тобою, і дотримувався заповідів священих Твоїх. Господи Святий, дай урод весь такий. Дай благословіння, дай благословіння для Америки. Любий, добрий Боже, нехай, Господі, Твоя милисть буде над Україною, дай мир для України. Дай благословіння для Ізраїля, Господі, дай Твоє благословіння пізнати Тебе. Боже, любий, Боже, добрий брат Ваня, він говорив про свою працю там, в тієї країні, де він був. І багато є місіонерів, які працюють. Благословити їх. Дай їм натхнення від сили Духа Святого. А скільки є ти, деякі за ім'я Твоє страждають, Боже, і страждають, не рахуючись своїм життям, страждають до крові. Нехай милисть Твоя буде явлена, допомога, захист Твій. Ми просимо Тебе, милость, і почуйте нас, Боже. Тобі, Святому, слава і хвала, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, але визволи нас від лухаво, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать.